здравствуйте мои дорогие сегодня я буду готовить рыбные котлеты по этому рецепту я уже готовлю их лет 30 всегда рецепт раздаю вот так людям записывают все готовят все рады вот если вам понравится мой рецепт ставьте лайк для приготовления этих котлет мне понадобится рыба я всегда беру одного сорта аргентинка она продается замороженная вот так и продается без головы я ее немножечко поскоблила ножом почистила внутренности приготовила помыла дальше беру два ломтика белого хлеба корочки потом обрежу зальем 100 грамм молочка также в фарш положим одно яйцо луковицу перекрутим на мясорубочке и беру специи базилик сушеный по четверти чайной ложки базилик сушеный смесь перцев кориандр и розмарин розмарин мы немножечко разотрём чтобы он был помельче также беру половину чайной ложечки соли соль я беру морскую она как бы ну мне больше нравится обваливать котлетки мы будем панировочных сухарях у меня здесь стакана полтора сухариков и жарить на рафинированном растительном масле рыбку я немножко подварю для этого я поставила на газ кастрюльку с водой воды налила где-то примерно полтора-два литра воды и сейчас она закипит и я побросаю туда свою рыбку варить буду не больше одной минутки потом вытащу шумовочкой на тарелку рыбка закипела проварилась одну минуточку сейчас выключаем и вынимаем ее на тарелочку шумовкой пока рыба остывает я с хлеба срезаю корочки так кладу в тарелочку и заливаю молочком рыбка наша остыла я разобрала ее от косточек отделила шкурку тоже можно немножко очистить так отделяется она очень легко потому что она немножко подваренная сейчас я пропускаю все через мясорубку хлеб лук рыбу так хлебушек я обязательно отожму от молока в фарш я добавила одно яичко пол чайной ложечки соли так базилик берем четверть чайной ложечки смесь перцев я люблю смесь перцев здесь и белый и красный и черный и еще там какие-то но в идеале четверть чайной ложечки в идеале к белой рыбе берется белый перец я люблю смесь перцев тогда ароматный кориандр четверть чайной ложечки розмарин он не знаю какими-то такими штучками я его очень люблю но его обязательно надо перетереть конечно он не сильно так перетирается до мелкого ну хотя бы чуть-чуть хотя не обязательно можно и так положить но я чуть-чуть его для себя перетираю вы как хотите фарш вымешиваем я вымешиваю ложечкой потом в конце рукой я делаю для себя как хотите можно вымешивать наверно лопаточкой можно как хотите фарш получается не жидкий не густой такой приятный сначала немножко рассыпается потом он будет более такой вязкий аромат уже прелесть к рыбе эти травы очень идут фарш я хорошо вымесила теперь берем столовой ложечкой примерно столовая ложечка с горкой формируем котлетку обваливаем в панировочных сухариках кладем на тарелочку так со всеми котлетками так 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 расплываются в общем поэтому лучше брать хлебушек даже можно лучше сухой хлебушек взять белый молочко тоже обязательно хлебушек молочком или водичкой намочить обязательно потом его надо отжать потому что жидкие котлетки нам не нужны делала раньше по разным рецептам пробовала ничего не нравилось это самые стандартные простые котлеточки деткам очень нравятся косточки не попадаются специями пахнут может кто-то как-то еще делает вкусно пишите я делаю так котлетки теперь мы их пожарим 7 минут 5-7 минут с одной стороны на растительном масле чки и 5-7 минут со второй стороны там уже будем смотреть по цвету хорошо разогрела сковородочку налила масле чко подкрутила вас до среднего и котлетки жарятся 5-7 минут с одной стороны потом переверну и пожарю со второй стороны долго их жарить не надо потому что рыбка уже подварена они почти готовы пожарила котлетки 5 минут с одной стороны перевернула вот теперь жарю со второй стороны тоже думаю 5 минут до коричневого до красивого золотого коричневого цвета посмотрите какие получились котлетки красивые и поверьте вкусные и ароматные если вы сами приготовите вы как раз и узнаете какие они на вкус приятного всем аппетита